Всем привет! Вы на канале Ли Спейн Клаб. Меня зовут Оля и сегодня я покажу вам самую масштабную ярмарку в Испании. Сюда приезжают люди со всей Испании и ярмарка проводится уже 677 лет подряд. Усаживайтесь поудобнее и мы начинаем! Ярмарка проводится с 1346 года в честь Дня Святых. Это древнейший базар Испании, на котором раньше можно было купить не только желаемые продукты сельского хозяйства, но и подарки к Рождеству. Уникальность ярмарки в том, что это не только базар, но и костюмированный праздник с различными яркими шоу, особенно в вечернее время. Ярмарку проводят до сих пор благодаря уважению к земле и традициям и, конечно же, огромному предпринимательскому духу жителей Косентайны. Ярмарка прошла многие столетия, чуму, эпидемию, войну, социальные конфликты, но не исчезла. Конечно же, со временем она немного изменилась. Если раньше здесь была сельскохозяйственная и животноводческая продукция, то сейчас здесь можно приобрести даже новые автомобили и мотоциклы с хорошей скидкой. Многие испанцы специально ждут эту ярмарку, чтобы сэкономить на покупке нового автомобиля несколько тысяч евро. Ярмарка проводится 4 дня и все эти автомобили, прицепы, мотоциклы, как правило, раскупают. Сначала ярмарки прошло уже 4 часа и пока купили только этот красный Мерседес. Кстати, как вам цена? Напишите в комментариях, она действительно хорошая. Все улицы поселка в торговых палатках, их здесь 400 штук. Ярмарку посещает более 350 тысяч человек. Мы приехали в самый первый день, чтобы увидеть открытие, а также всех известных персон Валентинского коммунидада. В Испании никогда ничего не начинается вовремя. И даже открытие было с опозданием на целый час. За это время собралась огромная толпа, из которой уже не выйдешь. Потихоньку толпа с места открытия разошлась, но все равно ходить между рядами очень сложно. Иногда собиралась целая пробка. Естественно, на ярмарке присутствует средневековый рынок. Если честно, то я не заметила, чтобы там кто-то активно что-то покупал. Но зато можно было выгнать злых духов и с чистой ауры отправиться в гастрономические ряды. Что касается еды на ярмарках, то по правде сказать, если вы привыкли есть хорошо приготовленную еду, то вряд ли останетесь в восторге. Из-за огромного количества людей не все может быть качественно прожарено и пахнуть свежестью. Но все равно сложно устоять и ничего не купить. Особенно, когда ходишь уже пятый час по ярмарке и понимаешь, что до стоянки твоего авто еще очень длинный путь. В общем, мы тоже решили слиться с обедающей толпой. Взяли блюдо патата де побре, что переводится как картофель для бедных, потому что в нем только картошка, перец и лук. Стоит она, правда, как целый обед в среднестатистическом ресторане. Кольца кальмара в кляре и два мини-шашлычка на хлебе. Все обошлось в 59 евро. Но на ярмарках всегда цены высокие, потому что очень огромный спрос. Зато все хорошо организовано. Везде есть туалеты и даже отдельный туалет для того, чтобы переодеть маленького ребенка. Ну а мы идем дальше. Впереди нас ждут охотничьи товары. Смело можно купить коня, если нет денег на машину. В общем, любые пожелания ярмарка поможет осуществить. Просто бесконечные ряды, бесконечное количество палаток. Более 400 здесь торговых ларьков. Не знаю, мы уже ходим три часа, они все как-то не заканчиваются. Все это, конечно, очень интересно и занятно. Но из-за большой толпы, а также большого числа военных, которые контролируются ярмаркой, иногда становится немножко не по себе. Ну что, друзья, это была моя самая большая ярмарка, которую я посещала в Испанию. Она, конечно, безумно нам понравилась, но очень тяжело, потому что нужно очень много времени, большие толпы. Но я надеюсь, что это видео вам понравилось. Не забывайте подписываться, ставить лайки и пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok